это как будто грёбаный сон который который не заканчивается и неизвестно когда закончится вы знаете я помню я помню как мне в детстве не знаю почему сейчас но сейчас почему-то мне ужастики не снятся любимой снятся как грады лупят как мы все куда-то уезжаем она рассказывает а мне снится сейчас расскажу так вот в детстве знаете вот 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 как то я чувствовал наверное вы тоже когда тебе снится вот хреновый ужасный сон и ты понимаешь что это сон и пытаясь все проснуться и у тебя получается вот просто получается и все а тут как бы ты не пытался она никак вот никак не получается проснуться этот кошмар продолжается 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 каждый раз знаете есть какая-то мизерная маленькая надежда когда там говорят переговоры что вот-вот договорятся но мы слышим опять заявление тех заявление тех и просто никакого компромисса никакого я вот услышал от людей это все слухи что это все если не договорятся может продлиться до осени до гребаной осени друзья это пипец просто это словами не передать так вот что мне снится признаюсь честно то я не помню я не помню что мне когда-то что-то снилось вот вот не снилось и все а сейчас когда у нас сон очень тревожные когда мы подрываемся но сейчас вот три-четыре ночи более-менее тогда там за ночь по три по четыре раза и в погреб и когда мы все же спим в одежде даже сейчас как-то стрёмно то сон чуйки и если мы немного сели хреново спим мы его запоминаем так вот я не знаю какого хрена мне это снится я вроде ничего такого не смотрел но мне снится какая-то какое-то параллельное измерение будущего давайте вкратце расскажу а уже сами посудите вот сегодня например мне снилось вот такая площадь довольно современная площадь в центр заезжает какая-то машина без окон без дверей аля что-то знаете такое машина будущего которую нам показывали в 90 без колес на какой-то подушке и вокруг этой площади вот она заезжает на эту площадь площадь кстати небольшая не знаю метров 60 70 начинается какая-то я не знаю как объяснить но во сне мне это показалось как будто спад асфальта вокруг паутина паутина такая нарастает я я не спорю какой-то больной сон ладно паутина нарастает нарастает какие-то вспышки и какое-то грабление это машина это по ходу была какая-то инкассация начинают и грабить какие-то ребята странных нарядах и они бегут с этими наверное деньгами она она высыпается и фишка в том что я этого сне поднимаю и деньги или валюта или не знаю там виде каких-то вот такие вот знаете маленьких карточек карточки вот такие вот разного размера я прям так знаете в руке желто-синие красно-синие не знаю к чему это и камушки и вот я даже сейчас помню камушки вот такие вот небольшие они знаете такой двух-трех цветные сине-зеленый черно-синий темно-синяя фиолетовые такие вот маленькие разного цвета и я вот это вот поднимаю и иду мазин там какая-то кафешка блин какого фига и начинаю раздупляться что это такое что что это у меня за валюта какого фига встречаю двух кинтов по лицам я вижу что это какие-то кенты которых я помню вот помню с детства какие-то два пацана и они откровенно я говорю что такое они такие смотрят на меня потом друг на друг друга и начинают ржать ну видно что начинает ржать я даже это понял начинает а смотри это фигня это не бери это я заберу и тут какой-то пацанчик хоп так останавливает их так не слушая не забирают дохерена денег возвращает мне это все игры ты просто вот пойди там закажи что-то и тебя возьмут нужную сумму ну я иду беру там какой-то кофе и расплачиваюсь они такие смотрят на меня думают нихера себе у тебя там то ли денег то ли это потому что целое жмение этих каких-то камушков ну а дальше дальше я уже не помню что такое мутное ну короче вот аля вот такие вот сны мне снятся но вообще не ужастики вообще не кошмары и это меня честно тревожит ты никакие фильмы не смотрел про такое будущее блин ладно решил с вами поделиться этим потому что большим а большим я сейчас у нас война россия напала другого мнения нет это все уголовно наказуемо всем огромное спасибо друзья за вашу поддержку ваши комментарии под видео влог мы уехали с родного города изюм я там поменял название потому что кому-то на не устраивает кому-то в украине в украине мне посылает на в украине я короче забил поменял название и ребята какая разница на или в сейчас 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 это это пипец а это просто пипец я очень надеюсь очень надеюсь что те те ребята которые всем управляют договорятся спасибо ребята за донаты я потом скинул ссылочку под влог надо нашел ру но интересная фишка сейчас ввести деньги в украину можно а вывести никак а вообще ничего не работает насобирал ванька на внедорожник самом деле у меня там три косаря думал там к осени будет где-то пять возьму какую-то бушную хорошую не его по грибочке знаете теперь по грибочке неизвестно когда я поеду потому что по киевской области уже сказали что в леса не ходить вы понимаете понимаете и чувствую это будет во всех лесах и ни хера себе пойдешь по грибочке куда-то наступишь не туда куда нужно и вот тебе грибочки и понимаете чем дольше все это тянется чем дольше это все затягивает чем больше этого будет на украине и чем больше будет разрабатывать наши дети ну и мы конечно будущего поколения даже вот после второй мировой я помню малым сколько мы мин таскали сколько родители офигевали когда я принес такую мину не знаю но полметра положил такой смотрите господи смешно смешно и страшно смешно и страшно в изюме теперь понимаю почему изюм так обстреляли потому что во вторую мировую визюме были очень серьезные бои ну вот я дома у нас дом родителей на крайне города сейчас кстати две недели не можем с ними связаться ну там из мужики у нас там печка из мяса насчет воды у нас там есть крыльца так что я думаю все будет хорошо там нет связи ну через друга я узнал что по той улице все хорошо с ней все отлично и знаю что насчет нашего дома там там нифига себе какие бои были и чувствую что но будем надеяться на лучше будем надеяться что все будет хорошо еще раз огромное спасибо ребят за вашу поддержку ваши теплые слова такое огромное количество лайков я просто офигел спасибо у нас все хорошо меня только немножечко высыпает простуда сынулька поправился все отлично у него единственная когда мы это полгода назад все переболели коронавирус коронавирусом заметили как он резко исчез коронавирус это не слышно у нее осталось что-то психологическое он сморгает носом хотя там сопелек нету и вот если начинает нервничать начинать моргать и это все тянется до сих пор но так все отлично выздоровел все хорошо любимая не болеет бабушка не болеет я не болею помогаем тут расскажу потом где мы и как мы тут все равно сейчас более менее тихо но может быть очень небезопасно ребят очень но я надеюсь только все на лучшее как же как же я вам завидую как не хочется ребята начать новую русская рим я я в розда не могу я их да будет morrowind будет oblivion будет элден элден ринг и новая игра залучника ванильный skyrim special edition с последним dlc реквием и отложу потому что в этом постоянно пилят обновляют я задолбался это все переустанавливать два годика пройдет ребята нормального настроить потом продолжу или начну заново ну надеюсь что все получится а все получится ребят спасибо что держите кулачки спасибо что спрашиваете как дела спасибо за все и счастья вам пока